Здравствуйте! Меня зовут Наталья Александровна, я экскурсовод нашего музея. Сегодня я вас всех поздравляю именно с Днём России 12 июня. И сегодня я вам прочитаю лекцию именно проявления многонациональной культуры России. 12 июня наша страна отмечает государственный праздник День России. В 1990 году Первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете российского государства, которое провозгласило главам Конституции России и ее законов. К тому времени многие республики СССР уже приняли решение о своем суверенитете. Поэтому данный документ принимался в условиях, когда республики одна за другой становились независимыми. Важной вехой в укреплении российского государственности стало принятие нового названия страны Российская Федерация. 12 июня Россия обрела именно имперового президента. В этот день, но уже в 1991 году, состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Николаевич Ельц. Именно он своим указом 1113 от 2 июня 1994 года придал 12 июня государственные значения. А сам праздник получил название «День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». Позже его стали называть «Днем независимости». В этот день во всех российских государствах происходят праздничные мероприятия. Много веков назад на территории современной России проживало множество племен и народов. Большую часть из них составляли славяне, но были и представители кочевых народов. По мере формирования единого государства эти племена и народы объединились, но продолжили хранить традиции и говорить на родном языке. Примерами проявления многонациональной культуры, это отличительной чертой культуры любого народа является национальный костюм. На формировании любой национального костюма, его покрой, орнаменты и особенности всегда оказывали влияние такие факторы, как климат, географическое положение, хозяйственный уклад и основные занятия народа. Национальная одежда подчеркивала возрастные и семейные отличия. Русский именно национальный костюм. Как считают специалисты по истории моды, окончательно именно русский национальный костюм сложился к XIX веку. Именно в одежду в определенных канонических традициях носили все слои населения, от зажиточных правителей до бедных пахарей. Указом Петра I XVIII века сарафан и рубахи сменились европейской одеждой для полноценного культурного обмена с развитыми странами. Однако, скорее всего, этот шаг был обусловлен не политическими, а личными предпочтениями императора. А до этого все детали костюма говорили о народе-труженике, которые веками возделывали поля в условиях короткого лета, а бесконечными зимними чарами ткали и вышивали. Главный национальный костюм именно рубаха мы с вами видим. Именно элементами традиции наряды являются рубахи составная или целенокроенная, холщовые из длина, а у богачей из шелка. Украшенные орнаментами по географическому положению, например, в Тульской и Курских областях рубахи вышивали с красными нитями, как раз мы здесь можем увидеть, а вблизи Воронежа черные простые узоры. В северных и центральных губерниях преобладались синие цвета, иногда использовались золото. Нередко вышивали обереги и знаки от сглаза. У простых крестьян сорочка служила верхней одеждой. Знать же носила ее как белье. Как правило, даже у самых бедных крестьян в сундуках хранились несколько рубах и надевали в зависимости от работы, которую надо было выполнить. Были пассивные, пожневные и рыболовные рубахи. Но самую нарядную, практически праздничную, надсели на жатву. Сарафан. Неотъемлемым предметом одежды женского образа был сарафан. Впрочем, в деревнях это слово персидского происхождения, которое одевался через голову. Звучало редко такое платье. Обычно называли косточь, штофнич, кумачник, синяк или косоклинник. Интересно, что изначально это был элемент мужского наряда. Парадное княжеское обличение шили с длинными рукавами из парчи и шелка. Обильно украшали камнями и вышивкой. Обжившийся в женском гардеробе сарафан был нескольких разновидностей. Распашным, соединяющихся красивыми пуговицами двух полотнищ, прямым на лямках и глухим косоклином со скошными вставками по бокам. Как правило, одеяния были темно-вишневого, красного, голубого или синего цвета. Праздничные наряды шились из шелка и парчи. На каждый день годились и ситцевые. Этот элемент русского национального костюма носили как вельможи, так и простолюдини. Разница была только лишь в материале. Отделки, украшениях, а также верхней одежды. Барыни для пущей важности кутались в шубы или летники с длинными рукавами, а крестьяне надевали телогрейки. Замужние женщины чаще всего носили паневу, юбку из полушерстяной ткани, именно с вышивкой. Татарский национальный костюм. Прошу вас посмотреть. Вы как раз можете его увидеть на нашем экране. Представляет собой интересное сочетание двух веней. Из него оказали влияние общие традиции восточных народов и ислама. Основной одеждой является рубаха-платье, которая называется кумык, и шаровары. Другими составляющимися гардероба были бешмет, чекмень и казакин. Это разновидности верхней одежды. Также на верхнюю часть надевался халат, изначально считавшийся предметом рабочего гардероба. Среди женского населения в качестве аксессуаров также пользовались популярностью жилеты, фартуки, платки, как обязательная составляющая мусульманского гардероба и массивные украшения. А национальный мужской головной убор – тюбетейка. И по сей день надевается некоторыми представителями народов для религиозных обрядов. Вот он, башкирский национальный костюм. Как и национальный костюм, у многих других народов России шился по одному лекалу для мужчин и женщин. Характерно для башкир в качестве основного материала брали не только традиционные для того времени растительные волокна, но и кожу, и мех. В качестве верхней одежды у этого народа были в первую очередь распространены елян и казаки. Одежда у этого народа была в первую очередь именно теплая. Халаты шились распашные, украшались ювелирными украшениями, яркой вышивкой, камнями. У женщин также в праздничный комплект входили платья и фартук с вышивкой и узорами. Якуты. Исторически проживают на севере российской территории, поэтому их национальный костюм был призван не только украшать, но и защищать от воздействия крайне низких температур. Уникальность якутского национального костюма в том, что он жив и продолжает исторические традиции сегодня среди современного населения региона. Культура якутской одежды сочетает множество разновидностей элементов. Верхние одежды такого костюма очень плотные, выполнены из меха, кожи, сукна и других материалов. Традиционно гардероб украшался бисерной вышивкой, орнаментом, металлом, подвеской. Такой декор яркий, также повседневные комплекты выглядят очень нарядно. Отличие же праздничной одежды гораздо более сложно. Танцы. Танцы – это неотъемлемая часть любой культуры. В России проживает множество разных народов, и у каждого есть свои традиции, касающие исполнения именно танца. Трудно определить, сколько народных танцев и плясов бывает на территории в России. Их просто невозможно сочетать. Традиционным русским танцем является хоровод, который сопровождается музыкой, пением и играми. Хоровод. Одно из древнейших обрядовых действий, связанных с культурой солнца. С течением времени приобретаются отчасти развлекательные игровые характеры. Именно в таком качестве они сохраняются на долгое время в народных традициях. Хороводы известны с древних времен. Они существуют у всех народов. Следующий танец – это «Осухай». Или это обрядовый хороводный танец народов Саха, который вы также можете увидеть. Он возник в глубокой древности, как магический ритуал. Благодарение солнцу. У якутских кочевых скотоводов, которые были язычниками, солнцепоклонниками. Этот танец – сакральный молитвы солнцу, благодарность его лучам за свет и тепло. Неудивительно, что для края с такой длинной и суровой зимой самое почитаемое большинство, конечно же, является солнцем. Удмурты. Удмуртов танцы были важны в календарных обрядах, когда народ торжественно отмечал наступление весны. Праздник назывался «Великий день». Когда же начало сева, он назывался «Выезд на пашню». День зеленой растительности – он назывался именно «Посев яровых». И окончание летних полевых работ назывался «Ряженье». Марийские танцы. Марийские танцы имеют общую национальную основу в разных районах проживания. Марийцев отличает своеобразие. Выделяет пять основных этнических именно групп, отличающих специфическими особенностями танцевального искусства. Наиболее характерным танцем марийской группы являются свадебные танцы, среди которых есть массовые и групповые. Также для сирунско-таральской группы характерны лирические парные танцы. Ее шка-алинская группа выделяется при обладании массовых танцев. На танцах горноармитской группы сказалось влияние русских и чувашских танцев. И восточная группа отражает влияние танцевальных традиций тюркского народа. Ну и естественно, многонациональная культура народов России проявляется также в различных народных промыслах. Огромное количество уникальных народных промыслов и ремесла существует на бескрайних просторах Сибири и Дальнего Востока. Они продолжают древние традиции, заготовки и обработки сырья, изготовления и украшения изделий из меха, шерсти, дерева, бересты, корни кедра и других материалов. Алиутское шелковое плетение из трав. Коренные жители Камчатки Алиутой издавна плели корзины из коробочек с береговой травы. Можно здесь вот увидеть. В основном они использовались колосняк мягкий, который хорошо растет на прибрежных лугах и склонах. Сбор и заготовка требовали много сил. Из вязанки в человеческий рост после сушки, сортировки набиралось совсем немного материала. Он умещался в ладони. Специальных инструментов не было. И мастерица работала отрошимся заостренным ногтем большого пальца. Плетение делали разное и разряженное, и настолько плотное, что в корзине можно было носить воду. После выделки трава получалась такой мягкой на ощупь, что промысел прозвали шелковым. Ювелирное дело крымских татар. Крымские татары издавна владели разнообразными ювелирными техниками. Чеканкой, гравировкой, чернением. Но национальным символом стала объемная именно филигрань. Она бывает двух типов. Первый – это тончайшее ажурное плетение, похожее на скованное кружево. И второй – это напаянный на металлическую основу узор из драгоценной проволоки. В обеих техниках крымские мастера дополняли ажур мельчайшими шариками зерни. Многие изделия служили не только украшениями, но и оберегами. Например, пояс кушкань дополняли фигурной пряжкой в виде виноградного листа – символ возрождения и плодородия. Способом филигрании выполнялось и украшение теплик в виде круга или звезды с лучами. Оно крепилось над донцем женской шапочки, которая называлась фес. Кубачинские изделия из металла. Село Кубачи издавна славилось выделкой кинжалов, кольчуг, сосудов с тончайшей гравировкой. Узоры строились в основном из растительных мотивов – это веточка, листья или цветка. У многих элементов есть особые названия – ветвь дерева с симметричными побегами. Зовется тутта. Асимметричный орнамент из спирали и стеблей назывался мархарай. Или, как его по-другому еще называли, заросли. Неотъемлемая часть национальной культуры, конечно же, это фольклор. Сегодня мы поговорим о сказках. Они завораживают своим сюжетом, погружают мир в волшебство. Там добро побеждает зло. А в героях пробуждаются лучшие качества. Сказки малочисленных народов России не совсем привычны для восприятия читателей. Эти истории звучат эмоционально, сопровождаются различными звуками и напевами. Страшные сказки о животных, горных и таежных демонах раскрываются табуларом – малочисленный тюркоязычный народ, живущий в республике Алтай. Табулары рассказывают сказки во время охоты или охотничьего обряда с непримимым жертвоприношением. Захватывающие истории они задавривают духами хозяина Алтая, чтобы получить награду добычу. Также дети и взрослые обязательно слушают сказки зимними вечерами, закрывшись дома, потому что верят, что это защитит их от нечисти и поможет установить мировой порядок. Говорят, что табулары, сказители, рассказывая сказки, контактируют с мифологическими персонажами, населяющими разные мифы, сказочными героями, чудовищами и духами. Дюрымы и Сатибан – это герои мифических сказочных сказаний, звучат у Нгасан – одно из самых северных народов Евразии, живущих в таймырском районе Красноярского края. В Дюрымах патетично описываются исторические события, а в Сатибах сказители сочетаются не только речи и пение, но и демонстрируют свои актерские способности. Сатибаты иллюстрируют эмоционально-выразительные мимикой, жестикуляцией и пантомимикой. Повествование длится несколько вчеров подряд с перерыванием на сон и еду. Ну и, конечно же, так как сегодня у нас праздник, поэтому, естественно, чтобы сохранить культуру народов России в современном обществе крайне сложно, однако многие ее жители прикладываются все усилия, чтобы сберечь все исконные традиции и лицо своего народа. Для нашей многонациональной страны чрезвычайно важно, чтобы все наше культурное богатство не было замкнуто в пределах одного народа. Живя бок о бок, представители разных народов именно привносят в общество свою культуру, обычаи, взгляды на жизнь, обогащая тем самым культуру друг друга. Я благодарю вас за внимание. На этом наша лекция закончена. Спасибо вам большое. Спасибо.